Правительство Тверской области ведет усиленную работу по поддержке семей военнослужащих и мобилизованных граждан, которые идут защищать нашу Родину. Так, еще одно предприятие Верхневолжья подключилось к выпуску продукции, востребованной для нужд военнослужащих Вооруженных сил России. Киморское предприятие организовало производство утепленных и хлопчатобумажных мужских носков. Работники фабрики рассказали, какой объем продукции будет сделан и в какие сроки. Киморское предприятие существует с 2004 года и специализируется на выпуске детского трикотажа, в том числе для школьной формы. Недавно здесь налажено производство детских носочков, которые используются при формировании региональных подарочных наборов для новорожденных. В свое время правительство Тверской области высоко оценили потенциал предприятия, и именно поэтому предложили участие в региональной программе по формированию таких комплектов. Предприятие довольно успешно работает за счет цифровизации, автоматизации всех этих процессов компьютерных, отдела продаж и так далее. И с года в год позволяет нашему предприятию уверенно расти. Предприятие комфортно чувствует себя на рынке и, выполняя достаточный объем работы, взялось без колебаний за еще один важный проект. На этот раз по производству мужских носков для мобилизованных военнослужащих. В воскресенье поступил заказ на производство от правительства. Мы оперативно начали перенастраивать оборудование. В понедельник заказали пряжу. Во все работаем. Как отметили на предприятии, перенастройка станков для выпуска мужских носков была осуществлена в кратчайшие сроки. На сегодняшний день изготовлено уже порядка двух тысяч пар. Для мобилизованных объем 49 тысяч пар. Половина из них обычные тонкие носки, половина утепленные, махровые. Закрыть заказ на фабрике обещают через два месяца. Напомним, что задача по обеспечению мобилизованных граждан дополнительной экипировкой была поставлена губернатором Игорем Руденей. Так уже сейчас в регионе защитники отечества обеспечиваются спальными мешками, теплыми сапогами, комплектами нательного белья, пенопропиленовыми ковриками и термосами. Еще для мобилизованных по рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации сформированы индивидуальные аптечки. Продолжение следует...